Во время прямой линии президента России с жителями страны Владимир Путин сообщил, что во всех регионах будет создана система реабилитации после коронавируса, чтобы снизить риск осложнений. Как сегодня тверичане восстанавливаются после ковида, увидел советник российского президента Владимир Васильев. Реабилитация для переболевших ковидом обязательно подчеркивают специалисты. Яна Комиссарова перенесла коронавирус в ноябре прошлого года. Женщина рассказала, что болезнь прошла у нее в средней форме. Однако это не повод отказываться от реабилитации после заболевания. Яна работает терапевтом и поэтому не понаслышке знает, что дыхательная гимнастика играет важную роль в восстановлении легких после ковида. Пилатес – это именно та физическая нагрузка, которая необходима. То есть сразу на какую-то сильную карту нагрузку мы пациента отправить не можем. А пилатес – это именно та дыхательная гимнастика, которая помогает восстановить нашу легочную функцию. Занятия для посетителей проходят как индивидуально, так и в парах. Тренировки проводят сертифицированные специалисты, прошедшие дополнительное обучение. Все наши тренера сертифицированы, брали их либо со спортивным, либо с медицинским образованием, уже в будущем имея опыт работы в сфере фитнеса, как йоги, так и пилатеса. Владимир Васильев приехал в Тверь, чтобы найти ответы на вопросы, поступившие в общественную приемную российского президента. Большинство обращений о здоровье, профилактике ковида и вакцинации. К слову, сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных койк в учреждениях санаторно-курортного типа. Это будет частное, государственное, общественное партнерство. И это такой пилотный проект, который, по сути, начинается здесь. Я надеюсь, что будут еще проекты, и они получат поддержку после поручения президента государственного. Но мы можем сейчас уже воспользоваться тем богатым опытом, который накоплен. Занятия физкультурой, фитнесом и здоровый образ жизни дают энергию, а мозг работает более продуктивно. Это и профилактика, и хорошее средство реабилитации после вирусных заболеваний. В частности, восстановление требуется женщинам, которые переболели во время беременности. В прошлом году одна треть от всех беременных Тверского региона переболели этой страшной вирусной инфекцией. А в этом году уже их более двухсот. Поэтому здесь очень важна реабилитация. Средний возраст наших пациентов – это 30-32 года. И реабилитация им нужна в каком плане? Потому что все они после родов имеют либо какие-то проблемы с дыхательной системой, сосудистой системой. Также обязательно им нужно занять себя психолога. И тогда мы со всем этим справимся. Напомним, во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин объявил о создании специальной системы восстановления для переболевших ковида. Эта работа уже начата в Тверской области. По поручению губернатора Игоря Руденя условия для реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции созданы в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. В центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Далее Владимир Васильев отправился по маршруту будущей велотропы, которая будет проложена через район стекольного завода до Константиновского карьера. Компанию-советнику президента составили представители общественности. Прекрасный маршрут, который проходит по парковой зоне, начинается въезд сразу из города в лесопарк и идет к карьерам. Дальше будет продолжение, но это будет несколько этапов. По маршруту велотропы планируется убрать мусор, вырубить кустарник, сделать подсыпку и установить указатели. Смотрите, здесь корни есть, где-то есть низинка подтопления, и где-то надо будет предусмотреть, и дренаж, какую-то гать возможно, где-то засыпать вот эти корни, чтобы они так уж не мешали. Поэтому мы попробуем это сделать. Как говорят, дорога в 100 километров начинается с первого шага. Мы попробуем сделать это вместе, опираясь на людей. Кроме того, политик рассказал о проекте веломаршрута, который планируется проложить из Москвы в Санкт-Петербург. Часть пути пройдет по территории нашего региона, что также поспособствует развитию велосипедного движения и оздоровлению жителей Верхневолжья.